Выезд на дачу строго запрещен. Эта новость сейчас одна из самых обсуждаемых среди петропавловцев. Многие переживают за питомцев, которые остались за городом, а еще за грядки. Местные власти спешат успокоить. Каждое обращение петропавловцев будут рассматривать и решать в индивидуальном порядке. Подробности у Айгири Мукашевой. Василий Ротарь возглавляет общественное объединение садоводов Петропавловска. Говорит, душой болеет за каждого дачника. И понимает. Но в период карантина, когда весь мир охвачен пандемией, безопасность своя и близких – главный приоритет. Потому просят любителей грядок оставаться дома. Сейчас просто просьба ко всем дачникам, что отнестись с пониманием. Дачный сезон будет перенесен где-то на 15 мая. Примерно, и то это еще не все, примерно на 15 мая. Значит, надо отнестись с пониманием. Смысла нет. Что сейчас делать на даче? Земля сырая. Все можно сейчас перетерпеть. Подтверждают его слова и Артур Резапов, директор ботанического сада и большой знаток флоры. Без труда скажет, что нужно в Вашингтонской пальме и огурцам с помидорами. Последние петропавловцев волнуют, конечно, больше. Запрет на выезд на дачу еще не означает, что осенью вы не соберете богатый урожай, говорит специалист. Ожидается возврат повторных заморозков, в связи с чем высадку овощных культур рекомендуем проводить в конце мая, в начале июня. В связи с чем рано ехать на дачные участки нет необходимости. Высаживать овощные культуры рекомендуем рассадным способом. Рассаду можете выращивать дома. Когда снимут карантин, уже можно будет приехать на дачу и высадить эту рассаду в грунт. Больше всего обращений поступает от переживающих за свои 10 соток пенсионеров, но они как раз таки в группе риска. Большая часть заболевших коронавирусом и, к сожалению, погибших от него люди преклонного возраста. Стоит ли так рисковать? Еще один популярный вопрос горожан – что делать с питомцами, которые остались на даче? Местные власти спешат всех успокоить. В беде любимцев не оставят. Обращайтесь непосредственно к председателям садоводческих обществ. Совместно председатели садоводческих обществ отработают совместно с Акиматом дальнейшее алгоритм действий. То есть по этим вопросам будет индивидуально каждый раз рассматриваться отдельно. К примеру, двое петропавловцев, которые разводят кроликов, тоже не могут сейчас попасть на дачу. Обратились к председателю общества. Он сейчас вместе со специалистами Акимата ищет пути решения. Говорят, каждый случай будут рассматривать и искать оптимальное решение.